И я ему как-то скинул Это вот как тест получился такой Ну, там, несколько лет назад Лет пять, наверное, назад мы общались По поводу того, чего у нас в стране делается И я ему скинул ссылку на статью Вот, Сталинская экономика Тайны сталинской экономики в двух частях Вот лично мне все по местам расставила Эта статья Экономист написал Я у Старикова взял на сайте Увиден эту статью и скопировал И к себе выложил Потому что у меня куча пазлов заполнилась сразу Непонятных То есть в 88-м году я вообще не понимал Откуда ноги растут Я имею в виду Почему там Гагарин, когда Летал энтузиазм полнейший Или там вот экономику восстанавливали после войны Восстановили же, как бы, и реально В Англии после нас отменили Продовольственные талоны После нас Вот То есть у нас все развивалось нормально Потом Сталин умер Хрущев пришел И покатилось Что называется И не туда И вот эти две статьи Они вот мне лично Я говорю, все, объясни В чем там был, как бы, секрет Я сейчас не про репрессии То есть я со многими общался Вот и с Лешкой Хрущевыми Со Слипченко Они у меня начинают Про голодомор Про все эти дела Блин Так та же Англия Не продавала нам даже за золото Как раз хлеб Пшеницу И там куча на самом деле факторов Да Я знаю по своей семье Когда мне отец Под шофе был Да Он рассказывал Что у матери четыре ребенка было А он старший был Его в армию даже Поэтому позже всех взяли В двадцать четыре года А не восемнадцать Как обычно Вот И он рассказывал Про времена Военные То есть жили в деревне Колхоз там Все дела Да Но там Это не метафора Когда за колосок Там или еще что-то Сажали Вот Четыре ребенка Семьи Вот он старший И он как-то обнаружил Что там в одном месте Картошка не до конца Убрана была Вот Выкопать он ее Ее там перенести Не мог сразу А потом там снег выпал Заморозки Там все эти дела Так вот он ходил С лопат Ну лопату там потом Ходил За несколько километров От деревни Выкапывал лопатой Выдалбливал Можно сказать Картошку Мерзлую В мешке ее нес домой Потому что есть Вообще нечего было Да И вот только за счет этого Они выжили Я как-то попробовал Мерзлую картошку Пожарить Ее невозможно проглотить Съесть Она настолько противная Понимаешь Они это ели И вот он рассказывал Да Каждый день ходил Много унести не мог Чего ему там Лет десять было Может чуть больше уже Да Тридцатого года рождения Больше И он говорит Я несу ее в мешке Да Она тает И за шиворот мне Там Течет Вот удивительно Да У меня нет Что называется Никакой Там ненависти При всем при этом Я имею ввиду Там советской власти Коммунистам Там и так далее При этом я понимаю Да Что было сделано Сколько людей погибло Репрессии Это же инакомыслящие были И я уже рассказывал кому-то Пример такой уже Из детства своего У нас в доме Ну друзья-приятели Один постарше был Года на два Наверное Сережа Аксенов И мы там Голубятню вместе строили Ну строили До голубей Дело не дошло Он постарше Он энтузиастом У нас был Таким Закоперщиком Я думаю Что наверняка Никто не слышал Про этот случай А он резонансный был На этот случай Он Папа Инструктор Рейкома партии Мама Врач И вот как гром Среди ясного неба Новость такая На майской демонстрации Сережа стрелял Из автомата По трибуне Где стояли И вот там Первый секретарь И так далее С отцом Инфаркт Сережу Посадили Естественно На какое-то время Потом он вернулся Нельзя сказать Что сильно изменился Молчаливым Более стал Такой То есть Года три его не было Вот То есть Он стырил автомат Где-то в школе И хотя были Подпилены стволы Ну ствол Точнее Подпилен Чтобы как раз Стрелять нельзя было Ну из учебной комнаты Военное дело же Проходили все Он ствол заменил Вот Нашел где-то патроны Вот Сумел Незаметно пронести И стрелял Вопрос Откуда у него Такое желание Вот такое Такая ненависть Ну Наверное Папа что-то рассказывал Правду Матку Ну В кругу семьи Я Ну Предполагаю Мы не обсуждали Это вопрос Да Я просто Предполагаю Ситуация Такая Я уже В УЗИ Учился В институте Приезжаю к матери Как-то Попала в руки Районная газета Ну Партийная Естественно Районная И там Отчет о пленуме Райкома партии Вот Читаю Интересно стало Читаю Вопрос был Про сельское хозяйство В нашем районе И вот Меня заинтересовало Выступление Одного Агронома Он такой Говорит Мы делаем Неправильно У нас Район Заточен Под то Чтобы Климат Почвы И так далее Чтобы выращивать Травы И соответственно Скотоводство Должно быть Развито Ну Крупный Рогатый скот Молоко Мясо Картошку Нормально У нас Озеро Есть Картагуз А там Сапропелля Выше крыши Сапропелля Это Цельнейшее Удобрение А там Его Ну Там Метры Колоссальное Количество Метров Просто Вот Залижи Этого Сапропелля Надо Говорит Добывать Сапропелль Населению Выдавать Удобрения Пусть Население Выращивает У нас Картошку Не на Вот этих Полях На полях Травы Будем Выращивать Чтоб Скот Кормить А население Пусть Выращивает Картошку Вот Удобрения Будем Снабжать Потом Собирать У них Картофель Урожай Уже И оплачивать Естественно Но Только Райкому Партии Надо С областью Поговорить Это План Спущен Сверху Самодеятельностью Заниматься Нельзя Надо Убедить Просто Ну Вот Все Рационально Мы Гораздо Больше Будем Как раз Выпускать И Картофеля И Мясо И Молока И Причем С меньшими Затратами Вообще Еще Население Зарабатывать Будет И так Далее Ну И Че На Мой Взгляд Здравая Идея Этот Агроном Просто По шапке Получим Как Там Каждый Сверчок Знай Слой Шесток Вот И Все Поэтому Я Предполагаю Что Наверное Папа Что Нибудь Рассказывал Я Не Знаю Просто Этого Но Сережа Вот Он Же Молодой Парень Еще То Папа Может И Недоволен Но У него Же Не Возникла Идея Взять Встырить Автомат Переделать И Пойти Там Что Называется Устраиваясь А у Молодежи Запросто Это Бывает Запросто Ну Вот Поэтому Сегодня Будем Так Пробежимся Спаргалочку Я себе Сделал В чем Где Где Главное Где Степенное Вот На эту Тему Ну Что Уже Вроде Да Уже 18 10 Это Все Так Прелюдия Ну А Короче Говоря Давайте Сначала Не Про Главное Потому Что Деньги Это Всего Лишь Инструмент Инструмент Это Эквивалент Внешних Товаров И Услуг Понятно Да То есть Кто-то Считает Деньги Это Отдельный Ресурс Нет Это Эквивалент Про Который Все Договорились Что Вот Эти Деньги Там Считаем Они Как Средство Обмена Могут Использоваться В Этой Стране В Других Странах И Так Далее Есть Пул Резервных Валют Это Все Вот Страны Демократии Ну США Великобритания Япония Англия Канада Австралия Корея Там И так далее Ведущие Да А Развивающимся Странам Ну Понятно Чего Какая роль Отводится Поставлять Сырье Материалы Топливо Энергетические Ресурсы Ну Понятно В лучшем Случай Вот Метан Титан Да Для самолетов И так далее То есть Они Сосредоточены Вот эти Передовые Страны На Производстве Товаров С высокой Добавленной Стоимостью Поэтому У них Экономика Ну Один Боинг Сколько он стоит Или там Ракета Ну Или смартфонов Много Но Есть Как бы Там Стоимость Бренда Стоимость Технологии Типа Разработка Технологии Это все Денег стоило Поэтому У них Вот Там Замечательное Все Они Производят Товары С высокой Добавленной Стоимостью Правда Есть нюансы Смартфонами Не отопишь Когда Холодно Ну Можно Топить Только Горить Не будут Я отвлекусь Фильм Оль Может Видела Когда Самолет С аркбистами Упал В Антах Живые Называется Художественные Фильмы Документальные Да Вот Они Там Деньгами Топили Потому Что Холодно Там Часть Денег Вот У них Почему Они Нашли Живые Деньги Они Топили Ими А Нечем Было Топить Горы Снег Холодно Вот То есть Бывают Ситуации Конечно Вот Есть же Русская Поговорка Хлеб Всему Голова Но На Политика Этих Ведущих Стран Она Направлена На то Чтобы Все Что Им Поставляют Оно Стоило Копейки Они Регулируют И Валюты Там Национальные Развивающихся Стран Они Ну От Деревянные Деньги Вот По другому Не скажешь Это Вот То Что Было И То Что Есть До За Время Ну Что Там Даже Не После Отечественной Войны Да С 90 Годов Много Чего Изменилось С 90 Года Сколько 30 Лет Прошло 30 Лет Китай За Это Изменился За Это Время Индия Изменилась Пакистан То Есть Те Карлики Которые Были Да Да И Мы Тоже Чуть Чуть Что Называется Изменились Да Но Почему То Не В Экономику В первую очередь А Вот В Военной Сфере Вот И По факту За последнее Время Что Произошло То Есть Мы Наделали Новых Ракет Подводных Лодок И В этом Был Определенный Смысл То Долбить Нас Раньше Начали Я имею Ввиду Чечня И прочее Все Дела Югославию То Те Кто Покрупнее Были Их И Плющили Все Эти Англосаксы И Ведущие Демократические Страны Дробили В щебень Потому что Мелкие Ничего Сделать Не Смогут А Мы Почему То Вот Сначала С Чечней Разобрались Устранили Конфликт А потом Оборонка И прочее Всякие Дела Танкист Танкист стою. А не так, что мне надо, я поехал. По головам там и так далее. Это метафора, конечно, про танки и общее игровое поле. Но в ней смысл есть определенный. Пока не появится, как минимум, второй танкист, ну и танк. Первому, который уже по головам ездит и пуляет налево и направо, бесполезно объяснять. Он за бронёй. Он там закрылся, что называется, сидит. И жигуля-то ему ничего не сделает. У него в лучшем случае царапина на крылье там где-нибудь появится, которую он даже не заметит. Поэтому он может себе позволить делать, что хочет. Что мы в мире и наблюдаем. И до тех пор, пока кто-то не сделает себе танк, бесполезно устанавливать новые правила. Они написаны. Ну, есть же реально правила. Я имею в виду не только ПДД, которые во всем мире действуют. Ну, иногда левая, правая там, левостороннее, правостороннее движение. Я имею в виду нормы международного права. Они же выстраивались. Но вот именно там с Брентом Вута, да, там перевод на нефтяные контракты и прочие все дела, когда развязали себе руки англосаксы. Ну, Америка в первую очередь. Много чего изменилось. Много чего изменилось. В том плане, что у них они отвязали деньги от золота. Бумажные деньги. И у них появилась возможность печатать их сколько нужно. Причем печатать слово в кавычках. Они нолики пририсовывают своим банком только так. Просто только так. Это от катастрофного материала. Он лежит на сайте в мировых финансах. То, что там в восьмом году во время кризиса мирового. А они своим банком дали 14 триллионов долларов. Своим. Не всему миру. А своим. И у них вот ну, еще раньше на самом деле появилась возможность покрывать любые расходы. Доллар же мировая валюта. Мировая. Плюс у них это G7 где они могут договариваться и так далее. Золото гнобить. Ну, цену не поднимать. За счет этого можно накапливать золотые резервы. И, кстати говоря, у этих стран у США вот у Европы у Германии самые большие золотые запасы золота именно. Не золотовалютных резервов а золото. Мы там на пятом месте Китай на шестом подобрались так немножко голове что называется. Вот. К чему я это? Про вот эмиссию. Эта эмиссия они следят за печатным станком в кавычках разумеется. Не то деньги не печатают и грузовиками не развозят. Вот. Они могут покрывать любые расходы что мы сейчас и видим. То есть раньше они начали умы привлекать светлые головы. За деньги же мы все работаем. Куда? Да хоть куда. В идеологию в средства массовой информации в разработке вооружения в программном обеспечении и так далее и так далее и так далее и так далее А зачем в СМИ типа цветные головы? Ценности формировать идеалы ну типа демократия там и прочая всякая ботра такая Есть деньги значит тебя можно уважать нет денег ты никто ну поговорка просто помните? если такой умный чё такой бедный? Это же вот правит если в двух словах так вообще да? Поэтому у них появилась возможность авианосцы клепать да? там ракеты строить и так далее и так далее и она не исчезла эта возможность она не исчезла вот но мир-то не стоял на месте Китай вперед вырвался благодаря Америке конечно потому что их есть ну как использовать хотели как производственный цех условно говоря для всего мира да? но они за это время сумели много производства поднять и колоссальные же темпы строительства просто колоссальные и резервы накопить а сейчас например они их сбрасывают активно им хорошо что там цены на там нефть и газ высокие потому что у них столько у них порядка триллиона там с копейками зелень было им надо их куда-то сбросить а не просто на рынок ну поменять фантики на реальные ресурсы вот мир изменился не только Китай рванул и Индия и Россия но только не в промышленность а в военной сфере в первую очередь но это если аналогию проводить метафору создание танка в первую очередь создание танка для чего чтобы поменять правила игры правила игры обязательно коснуться денег потому что при Сталине вот из этой статьи тайны сталинской экономики следуют очень очевидные вещи это и Катасонов писал и Глазит и Хазин но Катасонов в первую очередь что в Советском Союзе внутри страны было два вида рублей а для торговли с внешним миром инвалютный рубль и они не перемешивались один тип рублей внутри страны это между предприятиями расчеты то есть по сути там балансовую стоимость как бы когда какой-то товар обгружали еще что-то да по сути передавали по цепочке эти деньги а второй тип рубля внутри это вот оплата да зарплаты услуг вот таких вещей и все устойчиво было у нас были самые передовые самые большие темпы роста в мире после войны самые большие японцы с нас взяли много и на конференциях они про это говорили так это же вы придумали нашим бизнесменам олигархам и там очень все было правильно сначала выполняешь план потом если хочешь больше зарабатывать повышаешь производительность труда то есть уже сверх плана получится продукт да и после этого можно повысить зарплату хрущев в борьбе типа со сталинским наследием все поменял все поменял я вижу некоторые элементы у нас они даже есть и это неправильно ну там много власти дают губернаторам на местах там и так далее типа давайте это то же самое что при хрущеве было но это маленький элемент а самое главное при хрущеве он там поменял модель стало возможным получать много денег не повышая производительность труда а повышая зарплаты затраты и тогда как следствие стали возникать кразы на Украине медленные не так много везут ездят медленно металла много потрачено японцы у нас покупали чтобы их отправлять на переплавку камаз эти кразы покупали то есть лучше прочитать там не так много как бы текстов это не роман не 600 страниц потому что я говорю мне открыло глаза что же такого произошло поменяли в экономике самое главное прочтем не все вместе а как хотите повышайте затраты в следующий раз вам больше денег дадут оборотных средств и так далее из этих оборотных средств стало возможным выдергивать на зарплаты ну а следствие уже понятно торговли перекосы пошли накапливать появилось возможных денег и так далее то есть у меня уже случай там начало 90-х годов из Новосибирска знакомые из торговли из Норильска перебралась в Новосибирска в Семьё вот я у них останавливался когда приезжал семинары проводить она рассказывает такой случай у меня знакомая начальник райпищи торгов в Новосибирске вот перестройка пошла союз развалился принесла не чемоданы эти знаешь сумки с которыми челноки ездили по заграницам да привезла вот такой на завод на оборонный завод принесла вот такой сумки с деньгами и за наличку купила это просто частный пример на самом деле огромное количество мы все эти знаем в Узбекистане там все эти когда на полях там рабство было хлопок да был что там только не творилось когда говорят Ельцин Горбачёв гораздо раньше все началось гораздо раньше после того как Сталин ушел ну есть там всякие версии что помогли уйти вот а Хрущёв поломал базовые вещи базовые а вот какие это пожалуйста на сайт внешние ресурсы да и там есть вот мировые Сталинская экономика прямо вот отдельная рубрика имеет смысл почитать и это точно не помешает почему потому что это позволяет смотреть на то что у нас происходит знание вот этих материалов у нас тут понятно что мировые финансы меняются потому что развивающиеся страны скачут вперед то есть англосаксы не успевают ну вот а деньги на разработки разные ну все эти биолаборатории и бла-бла-бла они же есть они могут платить и пропаганде и кому хочешь что называется есть и поэтому они тормозят как только могут и до недавних пор они смотрели сквозь пальцы на то что происходило а что явилось таким катализатором почему у нас так все быстро стало меняться ковид ну вот я считаю что когда что-то происходит такое что-то что многих людей касается нужно задавать себе вопрос а кому выгодно вот тем у кого бабок много ну кто вот сидит на эмиссии мировых резервных валют да они в любой ситуации выкрутятся что называется какие бы цены ни были сколько бы там народов не страдало а то что затормозятся разорвутся связи экономические да в мире ну Китай в первую очередь он же основной производитель а нельзя то есть не только туристы не летают да все остальное тоже тормозится это вот два года было а посмотрите если глазами англосаксов уже на Россию так мы же оружие делаем передовое они признают что мы отстаем но надо задать вопрос ну хорошо испытали там булаву там испытали то все пятое десятое так что одной как бы ракеты что ли можно победить в конфликте нет нужно достаточное количество поэтому разработки это одно испытания это следующий этап а потом их нужно произвести достаточное количество я считаю что основная причина в том что сейчас весь мир колбасит что англосаксы чувствуют что они уступают в экономике и в вооружении экономика это китай в первую очередь конечно он локомотив а вооружение это Россия поэтому вот так и обострилось все поэтому уже маски сброшены не скрывая они помогают оружием людьми ну люди это пока там частные военные компании наемники да ну это происходит ну естественно по мозгам ездят фейки 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 сплошь и рядом но про это мы чуть позже потому что это главное что с мозгами происходит вот это ключевой вопрос про финансы это так затравка что называется вот только в плане затравки еще мазочек сделаем если картину представляешь что мы рисуем 92-й год ты была на том семинаре да Иссыкуль вот как-то ко мне там директор базы где мы жили подошел и говорит слушай у меня тут знакомый он в соседнем пансионате живет всесоюзная здравница за забором говорит он вас на пляже увидел когда вы там паровозиком ходили и попросился как бы поучаствовать в семинаре можно ну давай тут же подвел мужичка в синем к спортивном костюме с коленками оттопылиными Анатолий Васильевич представил его нет вопросов с утра лекции все и на следующую день он пришел на лекции стал заниматься слушал лекции сначала на галерке потом все ближе 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 а как-то прибегает Володя Свящев во время перерыва и говорит такую вещь слушай я сейчас видел этого нашего Анатолия Васильевича с ним рядом был молодой человек тепло а он в закрытом плаще длинном кожаном и шляпа а у него говорит плащ распахнулся а у него там автомат УЗИ не УЗИ в смысле живот там проверять да стреляет пульками автомат вот во время прогулки по пляжу я спрашиваю Наталья Васильевич тут массажист наш рассказывал такую вещь что правда что ли в ваш телохранитель он говорит да телохранитель и продолжает вообще я один из крупнейших в мафиозе в средней Азии чуть раньше когда познакомились да он сказал что он замминистра геологии в Казахстане официальная должность замминистра геологии в Казахстане потом а графа Воронцова ну окей мафиози вопросов пачка но я давай его подначивать Анатолий Васильевич так вы типа там ларешников как бы рэкетом занимаетесь он посмотрел на меня как как бы сказать ну он произнес следующее Андрей ну ты от жизни отстал вообще 92 год сентябрь месяц или октябрь там сентябрь 92 год ты от жизни отстал сейчас говорит все не так делается я говорю а как ну он такой и продолжает ну мы создаем ну своим депутатам своим депутатам даем команду они принимают законы про частные охранные предприятия и все я такой ну я реально я не понял связь то какая между рэкетом и частными охранными предприятиями он говорит очень простая Андрей теперь как ты говоришь ларючники платят нам за то что мы их охраняем от рэкета все по закону никто ничего не нарушает и тут до меня дошло что ешкин кот голова то у них работает а чуть раньше он сказал да что да вот потом и графа воронцова замминистра приватизировал большое количество внешних ресурсов в виде техники и прочих всяких дел и перегоняет их в Россию в потомственное свое гнездо я этот эпизод рассказываю просто для того чтобы показать что люди это грамотные которые видят подводные камни и прочие всякие да есть они и были и есть вопрос только в том что о ком они заботятся что называется для какого количества людей да ну для своей там корпорации компании или для большого количества людей начало 90-х это это страшное дело каждый тащил кто что может по тайне понятно куда работал же он где не помню уж как называется контор но внешняя торговля да то есть люди были которые вот были во власти и прекрасно понимали какие ресурсы что называется являются ценными да и как к ним подобраться поэтому Олег Перов да он и работал в нефтянке поэтому прибрал там Лукою да Ходорковский немножко по-другому пришел ну все эти помните ваучеры там прочие всякие дела это же Кидалово было чистейшей воды у меня где-то сохранилось даже даже сохранилось документы по всем этим приватизациям и прочим делам а Чубайс например который руководил компанией Ельцина предвыборной мне просто довелось даже поучаствовать в федеральных зачетах я в то время работал в инвестиционной компании ну семинарами перестал заниматься да как бы ну меньше стал их проводить эксперименты стали проводить сербского ну нейрофизиологии то есть тоже там была вот то есть с Аркашей одно писали с Ириной Горенко там другое ну режимы да а с тобой уже вот как раз пробовали тогда смотреть когда плохое событие берем прошлого да как можно эмоции уменьшить вот тогда пробовали в 96 году а потом уже в 2010 там ну и чуть пораньше начали уже на большом количестве людей проверять все эти техники ассоциации диссоциации как это эмоции влияет и так далее а чуть раньше мне вот довелось поучаствовать в федеральных зачетах такое интересное совпадение да провели выборы Ельцину он выиграл там олигархи скидывались это мне Гриша Кадушин рассказывал это наш как бы радиофаковец командир Спарты ССО Спарта его младший брат правая рука Потанина он перебрался в Москву брат его перетащил с полигона в Москву вот и поэтому он ушел уже нет в живых пункального год назад может чуть больше он рассказывал такую вещь он говорит олигархи скидывались и бросали жребий кто какие партии будет поддерживать жребий кидали чтобы по справедливости все было потому что мало ли кто там чего куда они все перекрывали что называется не важно кто ЛДПР или там коммунисты там или еще что то всех распределили денег насобирали а потом вот с ним с ними как раз Лившиц министр финансов да вот придумал схему федеральных зачетов уполномоченные банки назначили аннексию Минотем Минотеп Сбер там и так далее схема была разработана да и по схеме которую вот придумал Лившиц закрывали долги предприятий как бы в бюджет то есть были предприятия которые работали на государство им государство должно а денег нет у них поэтому вот им в пару подыскивали другое предприятие которое олигархам принадлежат компании и вот по схеме придуманной Лившиц перекидывали часть денег живых этим госпредприятиям но был дисконт в этой схеме возникал дисконт за счет Чубайса Чубайс создал ФЭС финансово-энергетический союз но выпускал дикселей с большими номиналами а на рынке они стоили копейки но схемы закрывали по номиналу то есть через левые фирмы вводили что называется в схему по номиналу а государственникам этим вот кому там денег часть уже давали говорили у вас у нас то живые деньги а у вас там виртуальные поэтому дисконты там достигали 50% то есть им государство вроде вот как бы через этих олигархов деньги дало но не полную сумму а там половину или 60% всего или там 70% а сумма знаете какая была в этих схемах порядка там 6-7 миллиардов долларов 96 год что такое 6 миллиардов долларов это очень приличная сумма то есть перед бюджетом предприятия отчитались деньги они получили за услуги которые раньше оказали государство а дисконт поимели олигархи которые вот живых денег дали это вот цена вопроса так вот в политике в экономике все решалось и так я вам сказал про Анатолия Васильевича и про наших олигархов немножко чтобы вы понимали что вот вся это как бы ну вся не буду говорить потому что дальше всплывет признаки примитивного мышления это если человек использует слова вся все всегда там не будем про всех олигархов говорить не будем вот но некоторые там точно отметились и заработали на этом деле это очевидно я сейчас не про то что надо забрать у них типа все нет вовсе не про это речь речь в конечном итоге будет про рубли что надо как и при Сталине отвязаться от доллара ведь раньше как было валюту получили вот на эту сумму мы можем по эквиваленту напечатать рублей внутри стороны и можем их пускать на социалку на пенсии и на прочие всякие дела на оборонку пожалуйста если останется и прочее так было раньше а сейчас все идет к тому что доллары нам не нужны все эти резервные валюты в большом количестве тем более час х приближается а нужны рубли тем более Центробанк уже опробовал цифровой рубль Китай тоже опробовал он уже мы отстаем немножко то есть Китай уже массово опробовал движение внутри страны цифровых юаней у нас первые первые шаги только начали делать но Центробанку вообще по барабану кому платить ну как бы деньги переводить физиком ну или между физиками или между юрлицами и вообще тогда банков много не надо то есть банки банки же чистить начали давно уже в курсе да про там стылин как обычно там дофига вот и это пользовались лазейками да которые есть в законодательстве в головах что называется и так далее то есть еще в восьмом году и в четырнадцатом давали деньги финансовой системе в надежде что они их вольют в экономику они их пускали на фондовый рынок на спекуляции это все как бы очевидные вещи и я думаю что это все ну не все это многие у нас понимают знают и так далее вот вот поэтому движение к рублю будет это индикатор будет перейдем на рубль цены по идее должны перестать расти потому что у нас основной драйвер роста и обеднения населения это валюта поступающая в страну я когда восьмом году покупал машину Kia Sorento это все вместе со всеми там страховками прочими прочими делами обошлось в 50 тысяч баксов ну курс тогда 25 рублей был ну мне еще 100 тысяч занять пришлось не хватало сейчас на 50 тысяч долларов можно купить совсем другую машину совсем другого класса не Kia Sorento уже другого класса правда 50 тысяч долларов нету они потрачены а у кого есть 50 тысяч ну там не 50 а больше гораздо у тех кто сидит на поставках нефти газа металлов удобрений и так далее и так далее поэтому их до поры до времени устраивала ситуация у нас деревянный рубль у них настоящие деньги а мы сидим на поставках у нас все хорошо зачем им заботиться обо всей стране это по-моему очевидно сейчас ситуация меняется вот то есть кто-то убежал конечно я не только про артистов и там про всяких богатеньких буратин вот а кто-то не убежит останется и работать будут я сейчас даже не про стереотипы которые нам вешали да ну типа частный собственник более эффективный чем государственник да бред это все потому что важнее когнитивные способности умение мыслить и второе это о каком количестве людей заботится этот типа эффективный собственник потому что и в колхозах были грамотные председатели которые в советском союзе умудрялись даже уже после крущева там и прочее умудрялись все нормально выстраивать а кто-то да спустя рукава там обозначал только деятельность и так далее поэтому все будет меняться чтобы вы не думали что все просто я могу сказать что эти товарищи демократы ну хозяева денег у них все продумано их нельзя считать идиотами то есть хозяин не прав когда говорит у них инфляция у них скоро все рухнет и так далее у них запасные варианты есть в виде чего например в виде золота в виде золота у них вот когда гиперинфляция какая-то будет кого-то распотрошат опять через криптовалюты и так далее потому что это надувало чистейшей воды но это отдельный разговор я еще напишу во все эти внешние ресурсы материал про криптовалюты это просто пузырь очередной и кого-то стряхнут что называется денег лишатся но это все пузыри самые разные а в конечном итоге будут новые деньги новые доллары обеспеченные золотом и цена золота вырастет многократно вообще многократно и это все будет обеспечено только фишка-то в чем американцы же хотели и добились они отрывают Европу от России отрывают чтобы не было никаких связей то есть они навешивают нам ярлыки всевозможные мы такие спортсмены допингисты включая 14-летних девочек владают допинг у вас коррупционеры у вас злой Путин и так далее и так далее вешают лапшину на уши но это тоже попозже в деталях разберем с финансами закончим то есть их задача оторвать попытки они давно делали такие чтобы пул ведущих мировых экономик сколотить вокруг себя потому что там были такие региональные в Азии свой центр экономический ну с Канадой с Мексикой с американскими странами США вовсю там и раньше торговали с Европой пытались подписать соглашение не получилось китай пытались выдавить из Азиатского союза я не про Сиан сейчас говорю даже там новый союз возник без США китайцы сумели в этот союз затащить и Японию и Австралию и Южную Корею и так далее так вот сейчас когда они тормознули с помощью ковида там все эти международные связи Европу оторвали от нас они между собой будут торговлю вести в быстром темпе нефти у них достаточно газа достаточно пусть они разумным методом добывают его и то что у населения вода из крана их поджечь можно газа много в воде из крана это все экология это население они переживут а факт что между ними связи будут экономические это не вопрос то есть они не помрут это стопудово они будут развиваться устойчиво и так далее за них только можно порадоваться то есть они намечают себе цели они их добиваются у нас тоже есть шанс вот переходить на рубли внутри страны на торговлю в национальных валютах ну с Индией руби и рубли с Китаем рубль и юань и так далее и так далее но у них конечно огромные плюсы почему потому что мы условно говоря мы Индия Китай Индия все равно к англосаксам тяготеет потому что между Индией и Китаем есть там напряги да а кто еще Аргентина Бразилия Венесуэла Куба Иран ну Северная Корея ее пока оставили в живых что называется потому что не самое главное то есть для англосаксов порядок очень прост Россия потом Китай а потом все остальное задушат ну или заставят да делать как им надо выполнять правила и тот кто смотрел там на семинарах фильм Джеронима Американская легенда может помните да то есть до этого вождя племени Апачи 35 бойцов которые воевали с регулярной армией США 1861 год то есть все уже севера юга нет есть единое государство а индейцы все воюют храбро смело там и так далее но их обманом в конце концов победили и отправили в резервации да и вот там в теплушке когда возник конфликт между теми кто был разведчиками в армии США и же и дети соплеменники и теми кто боролся до конца конфликт возник Джеронима остановил конфликт и говорит нам не надо воевать но между собой нас и так мало у нас женщины больные там чахоткой там еще что-то нас мало и рассказывает да убили мою жену и две дочери и я стал с ними бороться я никого не щадил ни женщин ни детей на войне это война потому что мы вас звали вы сами к нам пришли и все хотели забрать и вот дальше ключевые слова он говорит а какой бог виноват в том что у них оказалось больше людей лошадей оружия денег в конце концов это про мини-макс это про большие правила вот и поэтому с одной стороны вроде бы тут без вариантов но ситуация меняется без вариантов что имеется так у них у них же печатный станок был и они преимущество создали себе в виде авианосцев и прочих всяких дел и нанимать людей не только в науку можно а вот наемниками не только в Украину они же по всему миру так у них было все эти маджахеды и прочие там разные дела это же на деньги делается поэтому деньги это ключевой вопрос вообще как ты относишься к деньгам это самый главный вопрос и что ты за деньги способен на что на какую подлость условно говоря кто-то за деньги да готов убивать других людей в том числе и детей там и так далее для кого-то это совершенно неприемлемо потому что с детства воспитывали слабым помогать да слабых не надо обижать там и так далее и в сказках и в школе и прочее а мы видим сейчас другое вроде тоже сказки им рассказывали там еще что-то они уже не понимают что в мире происходит но это тоже промозгли чуть попозже так вот с одной стороны без вариантов бабок у них больше а с другой стороны мир изменился когда я вот поставил материал и ссылку на работу капитал 21 века Ненгельс уже новая работа появилась которая объясняет что же происходит на самом деле что появились фонды инвестиционные в отличие от просто банки от банкиров как раньше было и они вот стали вкладывать деньги в фондовый рынок в проекты самые разные и научные и прочее и прочее у них появилась возможность они деньги не считают по большому счету и при этом еще слишком вот тоже очень интересно отвлекусь немножко я недавно посмотрел интервью ну с полгода назад блогер такая известная осетинская и она снимала как бы сняла фильм про нашего нейробиолога ну и кибернетика он искусственными мозгами занимается искусственным интеллектом признанный авторитет в мире у него фамилию сейчас даже посмотрю польская фамилия такая типа ежи ну посмотрю найду короче говоря интервью с ним у него успешный бизнес ученый но успешный бизнес и она ему задает вопрос а вот вы привлекаете новый вот у вас планы снова привлечь денег расширить бизнес у вас доля в бизнесе уменьшится конечно конечно это так мир устроен что ты фондовый рынок ты типа сделал что-то стоящее да выходи на IPO ну вот Яндекс тот же ну восьмой год если помнишь Яндекс там решал вопрос покупать нас аутонет или не покупать да вот же примерно все было только на IPO еще не вышли Яндекс вышел ты что-то стоящее сделал выходи на IPO а кто приобретет ну частники с одной стороны а с другой самый крупный вклад сделают фонды инвестиционные и с каждым новым как бы витком развития да доля те кто придумал кто создал она будет уменьшаться и в этом плане надо понимать что и Google и Microsoft и прочее 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 Амазоны всякие Билл и Гейтс и там которые мелькают это вообще мелкие сошки мелкие сошки которые выполняют заказы понимаете да они не хозяева а кто хозяева а мы их не видим это распределенные сети вот но именно они являются хозяевами они определяют да кого перекрывать что пропагандировать какие ценности насаждать кого тормозить если начинает приобретать популярность в соцсетях банить там то что вы там написали я написал про деньги например статью да меня забанили сразу это противоречит нормам нашего сообщества я написал так за деньги же все воюют наемники за деньги продукты производят и консерванты добавляют и прочую всякую хрень чтобы не портилось ну чтобы дольше на полках лежало там товарный вид ну это все за деньги же делается выгода прибыль баксы баксы деньги прибыль больше меньше тратить больше получать основной закон бизнеса органами торгуют внутренним ну человеческим за деньги поэтому идут военные конфликты так это кому-то выгодно я имею ввиду что ну я еще не знакомая там излеченного люка ну уже ушла в мир иной царствие небесное операцию на сердце дело в США там поток поток а откуда берутся такие рабочие что называется сердца еще от молодых людей которых вот в точках где конфликты идут да там находят массовые захоронения и там нет органов почек печени там печени там внутренних сердца там и прочее то есть там команды прямо работают так этот материал сразу забанили вы написали там это раньше нужно было сжигать там в крематории да Гитлер чем занимался а сейчас мировые финансы так устроены что не надо так захватывать даже никого ну физически то есть не как вторая мировая все происходит уже в информационном поле и у кого СМИ мировые те вот и владеют колоссальным преимуществом и это преимущество у них пока у нас не будет больше СМИ на самом деле когда внимание уже собрано там можно вбрасывать ну и делать материалы актуальны которые переворачивают все с ног с головы на ноги обратно за короткое время то есть мозги к мозгам подбираемся к главному мозги такая штука да что они могут переструктурироваться быстро за очень короткое время так вот закончим про мировые финансы и пойдем к мозгам это действительно главное это главное и так преимущество у них было колоссальное оно стало ускользать именно поэтому и начались вот такие конфликты то есть из Афгана выбили штаты выбили кстати кто талибы которые жизни своих не жалеют у них идеология другая вообще им они говорят что нам не нравилось самое главное что нас заставляют американцы жить так каким надо а мы хотим как мы хотим понимаешь выбили китайцы растут быстро мы вот оборонку но ракет там и прочее всякого вооружения его нужно достаточное количество а у нас примерно там паритет ну что на гиперзвуке летает там какое-то количество их мало поэтому момент выбран с точки зрения их очень правильно типа нельзя больше давать китайцам и русским развиваться нормально спокойной обстановки вот отсюда и растут ноги у того что сейчас происходит и вот если огромное количество людей что мы видим начинают вести себя согласованно япрофобии которые там есть всех русских нафиг из спорта из вузов из культуры то есть они связи рвут все сознательно это не головотягство это сознательная политика им нужен образ врага это же понятно вот они его создают успешно причем мне кажется у наших было заблуждение я не буду фамилии называть ну типа проведем вот олимпиаду весь мир увидит какие мы на самом деле мы добрые мы их вот бесплатно возим там на поездах между объектами да ну в одном городе потому что в другом городе там матч там все такое вот у нас все классно организовано смотрите какие аэродромы построили новые аэропорты заводы в смысле там стадионы там и так далее и так далее да мир увидит и кто-то содрогнется я имею ввиду этих хозяев денег что называется потому что мир там меняется действительно то что происходит сейчас это закономерно ничего удивительного в этом нет вот еще один маленький эпизод это я в науке и жизни по-моему прочитал как-то интервью Сергея Петровича Капельцы ну профессор у нас такой доктор наук физик да на небесах уже он с сыром общался в Великобритании я фамилию не помню я фамилию не помню но в статье это и есть просто на сайт еще не выложил вот этот сэр у них отвечал за СМИ он наблюдал за всеми СМИ ведущими радио телевидение пресса и вот они общаются он говорит Капельцы его спрашивает так вы как бы цензуру осуществляете он говорит да цензуру а как вы это делаете ну очень просто ну типа как один разрываешься он говорит так очень просто я же сначала с главными редакторами работал да то есть это же не так что я всех журналистов принимаю на работу это не я делаю это редакторы но они же подобраны а я наблюдаю если вдруг какой-то журналист по какой-либо причине написал что-то не то я беседую с ним чтобы понять его точку зрения с каких позиций он это все освещает и советую изменить вот тут вот тут вот так вот все на самом деле обстоит Капельцы его спрашивают ну а если типа не понял расстаемся а я глядя на пресс-конференции да некоторых наших товарищей недоумевают они делают вид как будто они с луны свалились вот мне повезло я вот прочитал это интервью мне стало все понятно что они сознательно формируют да кадрами занимаются это же главное Ленин правильно говорит кадр решает все они освещают так как им нужно через средства массовой информации разумеется внутри страны в первую очередь но они еще что делают тоже очень грамотно до наших по-моему все еще не доходит Википедия она же не только у нас в стране или там где-то в штатах да она практически во всех странах мира есть это у них как эталон не энциклопедия бумажная Википедия и они про каждого пишут то что он заслуживает да можно редактировать там еще что-то но вот оно на виду а там чушь ну вот пойдем скоро по отдельным вопросам уже да я вам покажу где там чушь большая которую вешают на уши через школьные учебники через учебники физики которые в вузах преподают они вешают ее сознательно или гэлоп тнс с которым я работал непосредственно то есть чтобы утонет продавал рекламу да мне пришлось подписать договор с гэлопом это всемирное агентство всемирное оно во всех странах есть формально они кажется наблюдают за рекламой за бюджетами ну мониторят печатные СМИ наружную рекламу интернет вот там в седьмом году стали запустили проект и когда я подписывал договор пришел знакомиться и она немножко про себя рассказывала ну да у нас есть панели так называемые мы подписываем с физлицами договоры из разных городов то есть раньше они мониторили миллионники потом города уже с населением сто тысяч жителей а потом вот когда я с ней общался да там уже по-моему там в десять тысяч населения населенные пункты мониторили то есть они устанавливают свое программное обеспечение на компьютер вот такому человеку с кем договор подписали и они имеют возможность наблюдать куда он ходит сколько времени там проводит что лайкает что нравится что не нравится и так далее я предполагаю у меня нет никаких документов доказательств что на самом деле они имеют срез в реальном времени настроениях об эмоциональном душевном состоянии населения в нашей стране чего не одобряют что не одобряют что нравится что не нравится а потом ну понятно делятся видимо информацией соответствующими службами да а те потом связывание делают грамотно это уже опять про мозги ну типа ну вот посмотрите как в Европе хорошо какой уровень жизни все что хочешь а у вас Лукашенко уже там 20 лет президент и сравните уровень жизни там и у вас все то есть когда эмоции раскачивают да те кто вот пропагандой занимаются дальше связывание делается очень просто так вот про скрытых врагов что называется ну в кавычках можно употребить эти слова да они есть вот пресловутые качалки которые мы делаем чтобы показать что между людьми возможно связь на полевом уровне только в реальном времени нужно подстраиваться и качать да человек почувствует в реальном времени вот гэлоп делает это он снабжает информацией в реальном времени о том что думает население я не знаю сейчас это можно проверить будет очень быстро гэлоп ушел из стороны или нет я предполагаю что гэлоп никуда не уйдет я предполагаю они не заинтересованы в этом не заинтересованы им нужна эта информация как раз свежая тогда они могут направлять управлять руководством людей и так про мозги про мозги про мозги и так что же я недавно материал там выложил на сайте про измененные состояния сознания помните ну кто смотрел и нарезку сделал да про то как люди попадают в транс про то как выводить я только упомянул фильмы там нарезки этого ничего нет я веду в видеокадрах вопрос как выдергивать из транса если уже у человека другая картинка мира это очень интересный вопрос очень интересный ну ну и признаки естественно так вот как вы думаете какой признак является признак транса измененного состояния сознания является самым ведущим ведущим условно назовем сейчас я это включу микрофончик на мой взгляд признак очень простой если человек испытывает эмоции большие это признак того что у него мозг меняется вот в реальном времени очень сильно то есть большие эмоции это признак того что то что человек наблюдает ну или в чем участвует у него сравнение происходит с тем что он уже переживал в жизни с подсознанием подсознание это вся информация весь опыт так вот сравнение происходит на автомате в реальном времени автоматически и большая эмоция это просто признак того что нестыковка есть того что происходит с тем что было с прошлым а при этом естественно связи будут образовываться прямо вот в реальном времени быстро не мгновенно быстро ну это примеры собачка тяхнула неожиданно внезапно человек может стать заикой или еще что произойдет быстро а если плавно логически что то объясняют плавно медленно ничего удивительного монотонно нудно ну что то может быть там осядет но больших эмоций нет нет больших эмоций нет больших изменений поэтому фрагмент вот из фильмов формула любви помните доктор да вот пример абсолютно трезвого такого отношения к тому что калиостро вещает да и вспомните реакцию молодого человека да который слушает открыв рот калиостро вот такой вопрос контрольный можно сказать про собаку павлова давайте вспомним это же вот тоже мы в школе проходили собака павлова наш нобелевский лауреат первый да рефлексы образования вот в голове что то подобное же отложилось наверняка да а если я по другому сформулирую уже с учетом скажем других работ более свежих научных там про пластичность мозга например там десятого года книга Норман Дотч написал он прямо удивлен был когда общался с нейрофизиологами нейропсихологами о том как у нас мозг может быстро меняться и что там с чем связывается какие нейроны там ансамбли нейроны но на самом деле вот на эксперимент павлова с собакой можно посмотреть и с этих позиций с позицией вот нейрофизиологии у собаки же тоже изменения происходят у любого живого существа происходят в мозге изменения не важно там 100 миллиардов нейронов или там 20 тысяч всего как у улитки вот я по другому сейчас произнесу то что павлов наизучал стимулы предъявляемые одновременно связываются между собой это вот как бы формулировка с учетом нейрофизиологии но я думаю что у некоторых из вас у некоторых наверняка не всплывает рядом с этой формулировкой маленькая добавочка на больших эмоциях то есть все связывается между собой да и образы и звуки и там ощущения и так далее на больших эмоциях собака павлова голодная была чтобы рефлексии у нее возникли собака должна быть голодной чтобы народ пошел против лукашенко он должен быть в высокоэмоциональном состоянии ему нужно внушение сделать сначала связывание как с собакой павлова суть та же самая в европе посмотрите там хорошо у вас плохо почему и они даже объясняют почему людям которые не могут сами понять что откуда ноги растут у вас лукашенко потому что что тут непонятного блин а мы же так же хотим мы в европу хотим ездить там еще что-то еще что-то и те кто молодые особенно на них направлены эти воздействия у них картинка мира еще не устоявшаяся пазлов мало в этой картинке она еще не сформирована до конца можно сказать опыта нет и они самые энергичные поэтому на них в первую очередь направлен удар от запада через СМИ им связывание делают показывая высокоэмоциональные фильмы самых разных сфер то есть они работают по широчайшему спектру начиная с передач про животных где и насилие показывают электронные игрушки где насилие показывают показывают добычу золота это про деньги ну там какие-нибудь в Австралии или еще где-то едут золото добывают это про деньги про деньги про деньги про деньги Грэмми Оскар про деньги он такой-то гонорар это такой-то гонорар и так далее хочешь быть таким же ну вот давай у тебя нет денег мы сочувствуем ты наверно тупенький или тупенькая я себя точно тупыми считать ездят по мозгам ездят а принципы очень простые вот у нас тут стопудово пробел то есть у нас крупнейшие нейрофизиологи например Анохин ну ведущий ученый он и в Курчатовском центре работает и в МГУ у него там институт но чем они занимаются мышками изучают как у мышек чего там там придумали гены определенные модифицировали их чтобы понять какая область в мозге у мышки засветится то есть ее светом облучают да и видно там определенные нейроны начинают светиться прикиньте сколько денег надо было потратить да чтобы вот все это разработать и вывести мышей уже которые от обычных отличаются когда она там нюхает допустим да у нее там вот светится в буквальном смысле определенный участок мозга и можно теперь понять с улитками там ученые работают тот же рефлекс Павлова по сути дела изучает улитка любит морковку вот кормит ее и при этом наблюдает в реальном времени что у нее в мозге происходит вот рефлекс сделали можно сказать связывание если с точки зрения нейрофизиологии улитка видит морковку на горизонте обоняет ее все она хочет есть она к ней стремится а потом ее бьют током в момент когда она ела морковку знаете что дальше будет все улитка теперь убегает от морковки понимаете связывание сделали вот эти же самые принципы работают сплошь и рядом когда родители что-то детям объясняют когда педагоги в школе объясняют детям когда мы их жизни учим но нет эмоций значит чего связывание если и будет то слабое помните как там повторение мать учения сколько раз там надо повторить чтобы в конце концов запомнилось но чуть обстоятельства изменится и все капец в рубрике убеждения это уже про внутренние ресурсы есть материал такой интересный очень поучительный молодой человек с собачоночкой маленькой ну пудель приходит на детскую площадку там родители и дети подходит к одной мамашке и говорит а вы объясняли своему ребенку что ему не надо разговаривать с незнакомым мужчинам да конечно да а можно я с вашей девочкой поговорю да пожалуйста но при этом съемка идет то есть мамаша понимает что снимает все что это непонятные люди и вот он с собачоночкой подходит одет прилично хорошо подходит к девочке здравствуй как тебя зовут а хочешь познакомиться с моей собачкой ее зовут вот так девочка рада трогает собачку а хочешь щеночка этой собачки да хочу ну пойдем со мной берет за руку девочку и ведет на глазах у мамаши глаза вот такие она говорила своей дочке конечно говорила может даже не один раз и что а не что появится немножко измененное обстоятельство которые вызывают больше эмоций щеночек собачка молодой человек но акцент внимание на что направлено на собачку на щеночка все ребенок повелся и мы элементарно управлять элементарно но у нас ни родители ни педагоги ну практически ничего не понимают в том как образуются следы в мозге начиная от собаки Павлова что-то у них там есть в памяти конечно рефлекс если она потекла про связывание они кто-то может быть читал и повторит а то что на больших эмоциях они не понимают а это суть диссертация которая сделана была на семинарах она про это про способности людей как уменьшать эмоции например но фишка в том что если уж мы берем ситуации реальные когда человек в трансе уже и у нас примеров предостаточно у каждого из вас вы наверняка с кем-то общались у него другая картинка мира отличается от вашей вы пытаетесь логически чего-то обсуждать говорить примеры приводить обрати внимание на это обрати внимание на это иначе попадешь столкнешься с парадоксом Левиса Кэрролла когда чего-то не учитывают ну неважно ну еще и маразм получится а человек не реагирует не замечает так он уже без измененки находится у него другая картинка мира чтобы ее изменить нужно предпринять что-то высокоэмоционально я к примеру просто реализовать это не так просто будет вот молодые люди у нас выходят против войны и так далее меня знакомые даже из красной бурды думающие люди я их уважаю делают свое дело много лет вот и это не чужие не люди вышли в Екатеринбурге на площадь с плакатом мы против войны но это о чем говорить что у них своя картинка мира они что-то учитывают что-то не учитывают не учитывают кому выгодно все эти конфликты межнациональные межрелигиозные кому выгодно у меня ответ простой очень хозяевам денег хозяевам денег они платят тем кто на них работает по мозгам ездит молодежи там в первую очередь они платят наемникам они платят они платят тем кто вот органы эти добывает из трупов и везет потом их потом пересаживают да человеку не важно откуда там это сердце главное что он жить будет а по-моему все важно там ключевой вопрос будет дальше они пропагандируют что надо убивать там всех русских и так далее и детей я вопрос задал а тебе как если твоих детей они хорошие да осилочек будет очень простой на что ты способен на что ты пойдешь ради денег а это признаки примитивного мышления ну и без зашоренного если угодно примитивно если человек использует слова всегда все там никогда это про время а все никто это вот про конкретных что называется участников да я за собой стараюсь ловить себя вот когда я такие слова произношу не надо так говорить нельзя про всех потому что национальность это всего лишь один из признаков человека это по сути кто родители а какая у него начинка там в голове картинка мира ну через какие события он прошел чтобы она сформировалась она у каждого уникальна и у каждого своя паутина там возникает ну в кавычках слова паутина это про фиолетовый арбуз это же вот свежий пример да когда ханифа когда тест выполняли на семинаре фиолетовый арбуз да у всех он получился вкусный фиолетовый арбуз но такой вкус немножко другой и запах там немножко другой а у ханифы был невкусный арбуз и запах неприятный ну вот вспоминаю все эти истории в теме где живет вера про связывание нейронных сетей кабачковая икра дама с собачкой там и так далее там много уже это вот из жизни пример что-то из лекции Фрейда а что-то вот прямо из жизни это про связывание у человека поведение меняется вот а тут фиолетовый арбуз я ей говорю так давай вспоминай в твоей жизни было что-то связанное с фиолетовым цветом арбуза-то она ела раньше а тут же она представляла фантазировала только фиолетовый арбуз а он невкусный неприятный и она на следующий день говорит я вспомнила у меня в жизни точно было событие про как вот ты говоришь мне лет пять было я ночью проснулась от того что свист плетки слышен и удары и мать стонет но не кричит хотя понятно что ей больно чтоб меня не разбудить и хоть свет не горел как говорит я вижу отец избивает мать плеткой вопрос только а где фиолетовый цвет как связан мать вот удары плеткой получает она в то время платье носила фиолетовое понимаете то есть связывание происходит гораздо глубже на уровне признаков у каждого из нас и игрового поля и вот участников и там предметов разных и так далее есть свойства и качества форма цвет теплый холодный там и так далее связывание и там происходит и вот после этого случая мне вот например стало понятно что в мозге да связываются паттерны еще и похожего опыта ну там папа мама там же события разные по жизни что-то мы наблюдали что-то не наблюдали то есть у каждого из нас уникальная картинка в мозге картинка в кавычках в этой картинке мы можем по понятиям как бы судить по словам которые человек использует то есть вот похоже на файловую систему с компьютером папки это слова название добро зло красота справедливость демократия а внутри что картинки ну фильмы фотографии и так далее понимаете да и они между собой связаны не только сверху папки ну обобщения разные да ну обувь а внутри а внутри понятно сапоги тапочки сандалии лапки и прочее 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 причем разных цветов формы размеров там и так далее еще и внутри фиолетовые сапоги фиолетовый арбуз там и так далее у каждого человека эта картинка связанность паутина ну сленг наш да она абсолютно своя и уникальная и в этом смысле на мой взгляд самая трудная профессия в мире это психотерапия не физика и математика не летчики подводники психотерапия потому что разобраться вот перед тобой человек пришел и что-то говорит да и понять что у него там болит душа и почему что такого произошло что с чем связалось да что он теперь людей ненавидит определенной национальности понятно почему было воздействие целенаправленное за деньги но обзывают все конечно так эти пьяницы у них коррупция сплошная воровство даже дети применяют допинг это про русских у меня сразу картинка всплывает она у меня есть очень классная вот представьте головка чеснока одна долька убрана а вставлена долька мандарина подобие только по форме это вот долька мандарина похоже конечно на дольки чеснока а все остальное нет другое ну вкус в данном случае тут банально да вкус чеснока вкус мандарина они разные конечно но есть примитивное мышление и в плане описания да кто-то не умеет просто точно описывать и нас подталкивают к этому я сейчас даже не про западные сми я не готов назвать фамилию сейчас но это покопаться можно вспомнить родоначальника нашего документального кино на самом деле в мире все так делают сейчас и что же этот родоначальник ну гуру документального кино правило некоторое ввел правило следующее не надо говорить то что ты показываешь ну ты показываешь хронику не надо говорить что идет в видеоряде ну к примеру видеоряд едут танки вот если точно описывать что сколько танков едет какой они там марки условно говоря что на бортах написано понимаешь торчат люди там из башни из люка или нет он сказал какой смысл говорить словами то же самое что мы видим а смысл есть и очень глубокий у нас понимание наступает тогда когда точные соответствия установлены между образами и словами материалы есть на сайте на эту тему и до меня вот например дошло я просто вспомнил какие-то эпизоды своей жизни как меня мать учила под надзором потому что я курил тогда меня поймали рассказали учителям ну все под хопаком Мюллера ни влево ни вправо я там по ночам ходил курить когда родители заснут и за мной надзор установили а мы букварь как раз изучали буквы вот я раз под присмотром зазубрил то есть я не понимал как читать что от меня хотят и так далее пятерку получил а потом возник момент такой интересный то есть очередную букву мне мать назвала и я сам уже как бы забегая вперед да там следующие слоги прочитал и слова а потом мне стало интересно а следующая буква какая она мне сказала какая следующая я опять прочитал сам короче на следующий день я с букварем покончил и взялся сразу за родную речь просто потому что мне стало интересно но самое главное я понял как точно звуки соответствуют образом написанным буквам вот когда я это понял у меня инсайт получился я слово инсайт не знал конечно а он возник озарение произошло я понял принцип как вот уже не просто мама там варила кашу да а как смысл понимать как читать не по слогам а прямо слова быстро про себя и произносишь уже вслух принцип и он важен понимание возникает тогда когда точные соответствия установлены между образами и звуками не только между словами типа стол table face лицо и вообще образная составляющая есть понимаете у любого слова и тут нюанс слово одно а образов могут быть нет даже не миллионы триллиарды слышали такое слово триллиарды и они могут отличаться формой цветом размерами оттенками да а еще есть другие модальности ну кинестетика тепло холод тяжелый легкий запахи попробуйте вообще словами описать мы только можем какие-то примеры приводить да как черемуха или как ландыш пахнет или еще что-то и вот когда там установлены соответствия тогда может быть понимание и отсюда тоже понятно да что если опыт разный через разные траектории прошли событий то и непонимание будет это очевидная вещь и кто-то этим пользуется целенаправленно разжигая рознь межнациональную межрелигиозную чем больше конфликтов тем лучше тем им по кайфу ответ на самом деле очень простой кто хозяева денег ну конечно понятие опять хозяева денег а кто персоналии да я даже не знаю зачастую кто и те кто зарплату платят иногда тоже не знают кто на самом деле но они есть и это не Билл Гейтс и не Безос и не Илон Маск хотя они платят зарплаты за ними стоят те кто покупают все это конфликт на самом деле сейчас происходит на западе между теми кто реально производит товары и услуги и теми кто сидит просто на эмиссии денег они все скупают и они заинтересованы в конфликтах потому что пахнет жареным жареным понятно в каком смысле наверное да что народ поумнел не хотят больше кормить тех кто воздух пинает просто но грамотно пинает пострадают для тех кто на фондовых рынках там играют еще что пострадают безусловно и даже тактика типа ну разговаривал я с одним товарищем севера Ирина Викторовна приехал по ее приглашению в автонете была у нас беседа он инвестор такой на фондовом рынке играет я грамотно делаю я поступаю как крупные игроки покупают такие же акции как они и прочее он гарантировал прибыль в 30% годовых проиграют они потому что они не будут знать когда резко изменят крупные игроки свое поведение и большое количество мелких что называется инвесторов которые пытаются заработать деньги пролетят как фанера над Парижем к сожалению вот вопросов всяких про все это финансы там и прочее их конечно много есть там нестыковки нелогичности некоторые ну типа Набиулину опять оставили там еще что-то надо осознавать что мы многого не знаем я не предлагаю слепо верить я предлагаю просто наматывать на ус информацию может быть классифицировать я вот это и делаю на сайте раскладываю по полочкам что проще было понять самому задавать себе вопросы да но если я мало денег получаю почему где у меня пробел образования не хватает или я не умею что-то делать да не умею но хочу ну понятно тогда чему учиться где это уже там другие вопросы для этого формула 1 спире есть это просто мета модель которая самому позволяет анализировать свою жизнь в первую очередь нюанс еще есть их много это как в парадоксе Льюиса Кэрролла нюансов много и они на самом деле кажутся только маленькими а на самом деле они большие ну например какой нюанс вот при гипнозах при общении но очень важно кто кого считает авторитетом ну к кому мы прислушиваемся это уже опять следующий шаг да какие эмоции в общении возникают ну кто авторитет почему он авторитет или она а еще играет роль а сколько людей согласованно делают что-то для запада это сейчас супер актуально ну типа ну все же против них не все есть и университеты в той же Германии да которые говорят неправильно не надо на русских наезжать вот этот конкретный русский там семья там или еще что-то что они сделали они конкретно есть там трезвомыслящие люди но играет роль а сколько тех кто вот лозунги скандирует это очень мощный фактор в фашистской Германии это было очень хорошо видно когда маршируют кричат лозунги а потом делают а критерии он есть это тема что такое хорошо что такое плохо хоть на примере ПДД разбирай ладно если просто говорит но хотя еще раз от разговоров к действиям там полшага что называется а когда не просто говорит а делает уже там играет роль все компоненты формулы 1 все и желания и убеждения картинка мира и действия и что изменится в процессе взаимодействия какие ресурсы и так далее ну с танкистов начали танкистами и закончили будет выполнять в общем игровом поле правила общий там конкретный человек не важно в жигулях или в танке он сидит зависит от его картинки мира то есть либо он ставит свои интересы выше всех и понятно почему он так ставит у него ресурсов много либо выполняет правила и реализует свои цели естественно но как по общим правилам скорость не превышает полосы и прочее всякие дела достигает своих целей не мешает другим жить и реализовать свои цели а кто-то наплюет на все а по большому счету там везде не везде во многих случаях там просто деньги торчат за спиной и у нас тоже такое было я думаю что все меньше будет будут происходить перемены в том числе и в СМИ будут это вопрос выживания и вопрос денег у нас он будет решаться просто другого нет варианта все эти цифровые деньги наши деньги рублей не будут внутри страны крупные проекты будут реализовываться мелкие тоже будут проблема там есть конечно как определить кому давать деньги но крупные уже проверены испытаны мост построили в Крым еще что-то этим можно давать а мелкий такой я вот могу у меня план вот посмотрите даже нарисован план бизнес план должны быть люди эксперты кто это оценивать можно опыт должен быть сотрудники в банках этими должны заниматься по-хорошему а не просто на фондовый рынок выбрасывать и будут этим заниматься и будет история вестись и нюанс сейчас в том что цифровые рубли невозможно спрятать они следы будут оставлять кому перечислил за компоненты какие-то за услуги ну услуги могут быть левыми виртуальными еще что-то всю картину при желании можно раскопать вообще и будет промах ну просто не дадут больше денег вот нельзя как бы тем кто не может предвидеть видеть последствия ну не надо просто деньги давать так что будет развиваться это просто внутри стороны нужно раскрутить условно говоря это как с велосипедом есть такое понятие сюрпляс то есть едет велосипед у него одна устойчивость ну и скорость чем выше тем лучше а если я сейчас про препятствия я вам это не говорю а если он просто стоит ну тогда устоять это сложно вот экономика это движущийся велосипед его разогнать нужно до недавнего времени это было невозможно нереально потому что денег внутри экономики не было ну и вот из запада приходили ну типа это можно это правильные деньги все меняется деньги которые оттуда приходят они неправильные они к нам инфляцию приносят ну приносили поэтому на мой взгляд будет меняться я вижу такие некоторые подвижки несмотря на то что там на бьюлю оставили по прежнему ну утверждение будет типа вот на следующей неделе это будет интересно посмотреть заседание госдумы кто что будет говорить ну понятно там ее будут приструнивать ну не лезем туда и лодку раскачивать я не собираюсь президент есть и менять сейчас что называется коней на переправе вообще нет никакого смысла просто будет видно что подвижки на мой взгляд должны быть в правильную сторону и они мне кажется будут ну и на ус наматываем вот и все так я думаю что имеет смысл тормознуть наверное в принципе мы так быстренько пробежались я думаю что следующее такое собрание тоже где-то через неделю потому что там много сейчас материалов в работе на сайте но не доделан до конца вот где-то через недельку и там уже про мозги про мозги уже детали всякие вот что там у нас происходит а пример кстати я не закончил один про этих молодежь которые вот против войны типа выступают не разбираясь причин и про крыс уже потому что это вспомнил я недавно и просто уже в нескольких местах на сайте положил материал про крыс про причинно-следственные связи это прямо на камне что называется надо вытесать итак люди стали бороться с крысами ну помните мышеловки какие-нибудь там еще что-то потом стали яды применять сильно действующие не все сразу одновременно ели крысы поэтому когда видели что их сородичи помирают крысы которые наблюдали за всем этим переставали есть данный продукт вообще с одного раза обучение не как в нейронных как в системах с искусственным интеллектом миллионы нужно примеров тогда они запомнят что делать не надо эти с одного раза обучались и переставали данный продукт есть в продукт добавляли отраву которая без запаха там без цвета без вкуса поэтому на продукт реагировали то есть в следующий продукт вкладывают но крысы учились как то есть они не набрасывались все а так сказать на кого жребий выпал лапки отбросило все остальные переставали есть тупик но тогда вот нейробиологи посоветовали нужно применять яды с отложенным эффектом чтобы не сразу крысы дохли а с отложенным эффектом с накопителем и можно более того даже добавлять вкусовые там добавки усилители вкуса и прочее всякие дела все работать стал потому что если крыса ну эффект накапливаться она помирала там через неделю скажем то все сородичи не могли понять из-за какого продукта собственно говоря произошел этот вот эффект все время просто не мгновенно да накопительный эффект можно это назвать причинно-следственными связями то есть крысы прекрасно умеют разбираться когда на коротком промежутке конечно все понятно в бильярде ударили по шарикам вот он полетел кто ударил как ударил с какой силой с каким вращением в какую точку все понятно ну получилось не получилось точность исполнения но в бильярде все просто мы вот наблюдаем я говорю на коротком промежутке у людей та же самая проблема что у крыс когда мы берем большие временные интервалы разобраться в причинах и следствиях крайне сложно что мы вот и наблюдаем сквозь и ряда крайне сложно я в следующий раз обязательно расскажу про квантово-волновой дуализм это имеет смысл и значение мне 50 лет понадобилось чтобы понять ну первого раза когда в школе нам про это рассказывали да про то в университете ну и институте когда университетский курс физики у нас долбили а дошло только недавно и я смог уже суть как бы объяснить объяснять простыми словами суть многие физики этого не понимают но мне кажется что англосаксы сдалбливают это неполное понимание и физикам и так далее это вот про причинно-следственные связи квантово-волновой дуализм пример просто наглядный где можно по полочкам все разложить и про время про информацию Клод Шеннон придумал теорию информации мы ее проходили в институте мы сейчас сталкиваемся с этим ну когда пользуемся гаджетами интернетом он суть информации не объяснил биты байты все это там было как рассчитывать полосу пропускания скорость канала это все есть этим пользуются рассчитывают инженеры радиоинженеры а суть понятия информации он не объяснил или Ньютон не объяснил ну не понимал скорее всего суть понятия время мне кажется что я понял правда времени много понадобилось то есть я пытался объяснять и на семинарах раньше а сейчас на сайте уже лежат материалы где доступно и наглядно потому что наглядно это важный момент просто словами это не не будет понятно а когда картинки соответствующие там или фильмы я специально вырезаю отрезочки чтобы уж не заставлять не перегружать сильно мозги но это многое понятно поэтому дальше про мозги уже про отдельные такие вот аспекты важные снова про эмоции подробнее уже разберемся и про стереотипы а их навалом типа частный собственник эффективнее чем государственный они же наши братья это проукраинский народ это все фигня есть конкретные люди другой народ братья это прогены прогено там да общие предки и так далее а каждые 20 лет новое поколение вкладывают новую картинку мира каждые 20 лет ну плюс минус поэтому история ничему не учит тут все естественно но многие взрослые яди этого не понимают потому что никогда не сталкивались на практике да с тем как мозг работает у нас у нас так жизнь заставила ну заниматься информационно-полевыми взаимодействиями да но критерий то какой делаешь правильно чувствуешь ну так проверить же надо ты реально чувствуешь или фантазируешь и даже не проверяешь себя все обучение на этом построено а то что стало понятно вообще про мозги как связанные происходят и прочее да от чего поведение зависит как бы нормальном типа состоянии сознания ну от того что раньше произошло на высоких эмоциях это побочный эффект но он нам давно уже понятен был это все на лекциях читали в начале 90-х годов и принципы вообще как тренироваться как обучаться на что обращать внимание как вводить в транс как вводить поэтому про гипноз тоже будет много материалов что-то выложено уже будет еще больше мы же интересные вещи на семинарах пробовали начиная с дуальных загрузок когда нужно грузить друг друга одновременно да и начать видеть одно и то же слышать одно и то же ощущать а как проверить одно и то же или нет вопросы задавать проверочный ты что видишь в своей воображении если видит то же что и ты ну описывает значит они одну реальность наблюдают это про дуальные загрузки а про гипноз ну это же тоже интересно было мы же много делали и пробовали поэтому понимаем как наводить трансы и как вытаскивать возвращаясь опять к родителям и детям и так ребенок ходит против войны у него такая картинка мира не разбирается в причинах следствия как вариант вот есть же у нас приехали их привезли в большом количестве гражданских лиц которые пострадали от этого конфликта ну вот как вы думаете посмотреть по ящику это один вариант а в живью в живую пообщаться с теми кто переживал эти конфликты привезти им помощь какую-то не просто абстрактно я против войны помощь привезти и заодно пообщаться кто в кого стреляет кто кому помогает продуктами и прочими делами это живое общение будет а у нас сейчас получается к сожалению да я надеюсь что в мае будет семинар живой независимо от того в изумруде или они там цены изменят и это будет неподъемно или в другом месте где-то живое общение крайне важно потому что сейчас огромный мир да мы воспринимаем через вот экранчик гаджет или там компьютер это отражение это копии ну звук картинка важны ощущения эмоций и так далее так думаю что нужно останавливаться вот вопросы если будут возникать пожелания какие-то в чате пишите вот следующая встреча это примерно через неделю то есть тема уже примерно понятна про гипноз и прочее все вот это дело измененки как ходить как вытаскивать ну по сути про нейронные сети про связывание вот про это про живое общение да как следы остаются в мозге как от этого поведения меняется зависит вот про это это главное на самом деле потому что танки ракеты там и прочее прочее самолеты летают люди управляют всем этим если запад по мозгам прокатиться что называется хорошо особенно по неокрепшим молодым никакой войны не надо на самом деле они тебе революцию сделают и чего хочешь поэтому понимать суть как это все там происходит хотя многого непонятного до конца у нас же только наметки про субличности про подсознание но что-то уже понятно поэтому вот это главное деньги второстепенные второстепенные это всего лишь эквивалент товаров и услуг это тоже конечно важно какие деньги внутри стороны и прочее но главное это мозги все я останавливаюсь если вопросы есть пишите в чате я учту это дело и через неделю внесу коррективы все спасибо спасибо Андрей Николаевич да и вам спасибо за внимание надеюсь не заснули есть такие кто не заснули спасибо и вам хорошо ну все ребята всего доброго пока спасибо до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...